Я хочу обратиться к парням, которые сейчас на стройке, которые стоят на постах, которые не пускают туда этот завод. Парни, вы остались там в меньшинстве. Держитесь, я знаю, что вы нас слышите. Мы скоро приедем и будем продолжать то, что мы начали. Не только парни, там вот такие девчонки. Они круче нас. Я хочу сказать спасибо сотрудникам полиции, которые в последнее время вели себя на удивление, на удивление порядочно. Я такого не ожидал. Я извиняюсь за все те мысли плохие, которые у меня были раньше. Это было нечто, ребят. Спасибо вам, сотрудники полиции. Спасибо. Теперь по делу. Кто знает, что мы сегодня на реле ночью. Ночью новая информация пришла. Угадайте, завод в Ливерпуле, почему мы задались вопросом, почему заводы перевозят за 3 девиземель. Оказывается, в 2011 году на этом заводе была авария. Десятки тысяч британцев подали иски о возмещении бреда. 65 миллионов фунтов стерлингов иски к тому заводу, который взорвался, он сгорел. И до этого он гадил. Гадил им там, в Англии. И это оборудование купил Кроношпан, чтобы здесь нам его поставить. Понимаете, о чем речь? То есть, они сейчас знают, что, возможно, авария, везут сюда и ставят это оборудование около города-миллионника. Что за наглость? Пускай все экспертизы покажут, что завод безвреден. Пускай их экспертизы покажут. Но авария возможна. Да. Нечего его ставить у города-миллионника. Нет. Что еще сказать? Мы там стоим, стояли и будем стоять. Да. Пускай машины разворачиваются с этим заводом и выкидывают его куда-нибудь подальше от города. Да. Есть другие места для строительства завода. Если им так охотно его построить, пускай строят подальше. Пошли начинать. На Северном полюсе есть предложение. Вы себя в Африке. Африка. В Африке. Там рабочие в камушке. Еще хочу сказать. Ребят, мы там очень сильно устали. Мы месяц уже охраняем нашу землю. Нам нужна помощь. Пускай видят, что нас там не 60 палаток, а 160. 260. Приезжайте к нам. Нам нужны новые люди, новые лица. Чтобы мы знали, что мы не одни. Да. Господи. Пускай еще мужчины у нас вреда. Да. Пускай Курбаншо увидит, что здесь не те люди, которые могут допустить строительство. Не те люди, которые плюнули на себя и на своих детей. Мы мы быдло. Да. И еще. Теперь главное. Почему это все произошло? Знаете почему? Потому что мы не голосуем. Только поэтому. Мы не приходим на выборы. Мы думаем, что все решено. Только поэтому. Я был нормальным банковским клерком. Я думал, у меня в жизни так и пройдет. Спокойно и мирно. Ну и пришел мой черед. Они решили поставить минусомедленного действия рядом с моим домом. Поэтому я здесь сейчас выступаю. Только поэтому. И это произошло. Потому что я не ходил на выборы. Я не говорю, за кого голосовать. Я говорю, что надо идти и голосовать. В любом случае. Даже если тебе лень. Даже если думаешь, что все решено. Иди и голосуй. А за кого? Еще раз Уфа. Скажите слово. Уфа. Задумайтесь. Забот стоит на реке Уфимка. Последняя питьевая река Уфы. Задумайтесь. Аварии возможны. Вы же это поняли? Да. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.